Здравствуйте! Приветствую вас на канале Про Цветок. Сегодня мы узнаем обо всех секретах урожайности картофеля. Потому что картофель как ни крути, а все-таки сладит почти каждый дашник. Но не каждый добивается хорошего результата осенью, а все закладывается весной. Давайте будем разбираться по картофелям. Что необходимо знать? Ну, во-первых, на что мы дашники в первую очередь обращаем внимание, это вкусовые качества. Ну так вот, вкусовые качества картофеля, больше всего вкусных сортов, конечно, в группе позднеспелых сортов, там больше всего вкусовых, из которых хорошо разварывается. Ну, из картофеля более ранних сроков созревания, средних и ранних, хорошо разварывается бриз, хорошо разварывается скарп, гала и орхидея. Эти сорта хорошо разварываются. Ну, самые востребованные, конечно, у нас в Республике Белоруссии. В нашем реестре содержится 184 сорта перечислено, которые можно выращивать в наших условиях. Вообще ассортимент картофеля нашит несколько тысяч сортов и в каждой стране, даже в каждом регионе есть свои сорта. Выводятся сорта для определенного региона. Поэтому в Санкт-Петербурге будут сорта одни, где-то в Сибири сорта будут другие, во Владивостоке третьи сорта, то есть в каждом регионе есть сорта. Такие сортов, чтобы были универсальные, выращивались всюду, по всему миру, как бы не существует. Сорта адаптируются к местным условиям. Хотя отдельные сорта подходят, конечно, для стран с похожим климатом. То, что растет, например, у нас в Белоруссии, хорошо растет в Польше, в Восточной Германии, точно так же их сорта хорошо растут у нас. Ну, как пример, вам уже старый сорт Адрета, немецкий сорт, который занимал большие площади и очень был хороший по вкусовым качествам. Ну, так вот, даже вкусовые качества, если не будем рассматривать, тут мы не надо забывать об одном нюансе. Есть такой старый сорт Синяглазка, кто-то садишь, кто очень вкусный. Ну, вот представьте, что та Синяглазка дает с одного квадратного метра один килограмм клубней. Современные сорта могут дать 4 килограмма и 5 килограмм и даже 8 килограмм клубней с одного метра квадратного. Так что подумайте, стоит ли вам уж обращать так внимание на вкусовые качества картофеля или все-таки обращать внимание на урожайность. Весь участок у нас небольшие, нет у нас там гектара, что мы можем занимать какими угодными сортами. Поэтому обращаем внимание, конечно, на урожайность. Ну, самая высокая урожайность, картофель, я вам потом расскажу, какие. Да, ну я еще как бы чуть-чуть раскочил, мы рассказали о вкусных сортах, но разваристых. Но есть же сорта, которые не развариваются, это Зурочка, Дельфин и Сатурн. Эти три сорта, они развариваются, потому что такие клубни тоже нравятся отдельным дашникам. Ну и дальше, что необходимо помнить обязательно. Мы узнали сорта, которые развариваются, которые не развариваются. Мы узнаем, теперь мы познакомимся с тем, что сорта по сроку созревания делятся на ультра ранние, 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 средние, средние, поздние, спелые и поздние сорта. И вот мы с этой классификацией, я просто тут вам зачитаю, потому что тут как бы информации много. Но смысл такой, что вы можете сейчас во всех магазинах семеноводческих продаются клубни картофеля для посадки. Соответственно, вы можете по группе скороспелости этого сорта и по его вкусовым качествам уже выбрать сорт. И точно так же в этой характеристике обычно в магазинах указывается потенциальная урожайность сорта. Поэтому вы можете определить, что взять вам картофель очень вкусный, ну, с урожайностью, например, 400, 4 килограмма с метра квадратного, это будет 400 сантиметров написано, или лучше взять сорт, где будет написано 8 килограмм с метра квадратного, 800 сантиметров в пересчете на гектар. Поэтому давайте будем, я не могу подсматривать, потому что, чтобы уже эта терминология научная, тут должна быть точность. Наши сорта, сорта картофеля ультраранние, ультраранние сорта картофеля, они вызревают за 80 дней после всходов. Обращайте внимание, потому что не всегда на это обращают, но я пишу через 80 дней после посадки, а картофель сходит 2-3 недели, не верьте. Это правильная характеристика, после всходов. Уже подкапывать такой картофель, значит, получать урожай, можно через 50-60 дней после всходов. Зашли, вот через 2 месяца примерно, вы уже можете подкапывать, что-то уже брать себе, получать ранний картофель. Ну, в этой группе есть сорта. Биогольд, Коломбо, Леди Блэр и Метеор. 4 сорта, я думаю, что вы найдете, если захотите получать ультраранний картофель. Следующая группа, ранние сорта, значит, они вызревают за 80-90 дней. Вот, подкапывать их можно уже через 55-65 дней. Ну, в этой группе назовут такие сорта, как Зорочка, кстати, не разорвается, Лилия вкусная картофель очень, Палац вкусный картофель и Першоцвет, тоже он очень популярный, и Уладар. Вот эти сорта, как бы, относятся к группе ранних, и они дают хороший ранний урожай, тем более Лилия и Уладар, замечу своего опыта, они имеют стабильную по годам урожайность. То есть, у них нету, что один год очень много, второй год мало. У них стабильная, хорошая урожайность ежегодно. Следующая группа, средне-ранние сорта. Вызревают за 100-115 дней после всходов. Подкапывать можно через 65-80 дней. Это сорта Орхидея, Бриз, очень вкусный картофель, Манифест, Фольварок. Ну, следующая группа, конечно, тоже очень-очень интересна. Это уже средняя сорта. Среднеспелые сорта, которые вызревают за 115-120 дней. Их подкапывать можно через 80-100 дней после всходов. То есть, тут практически почти через 3 месяца их только можно подкапывать. Имеется с них хороший урожай. Это сорта Волод, Лада, Лель, Скарб, Универсал, Янка. Ну, и дальше идем к группе поздних сортов. Идем к группе поздних сортов. Они делятся на средне-поздние, которые вызревают за 125-140 дней. Подкапывать их можно через 100-110 дней. То есть, более трех месяцев. Только к осени эти сорта можно что-то подкапывать, чтобы иметь такой более ранний картофель. Это сорта Вектор, Журовинка, Мах, Нара, Рогнеда. Ну, и, конечно, и вот последняя группа, поздние спилые сорта. Раньше был очень хороший представитель темпа. Но сейчас у него, конечно, уже нету того темпа. Появились другие сорта. И эти сорта созревают за 100... Позже, свыше 140 дней. То есть, почти 5 месяцев надо для их созревания. И копаются через 110 дней и позже. Это на сегодняшний день сорта Акцент, Атлант, Веснянка, Сдобыток. Вот такая характеристика сортов. Значит, что вы будете брать? Как бы многие удачники разбегаются глаза. Особенно, когда считают, что тот же Сдобыток. Сорт очень урожайный. Очень у себя качество хорошее. Все, они горят. Ну, в современных реалиях, в современных климатах реалиях, правильно сказать, я бы не советовал брать поздние сорта. Почему? Потому что с помощью ранних сортов мы можем уйти от фитофторы. Уйти от фитофторы. Уйти от колорадского жука. Потому что первое поколение появляется, большого ущерба не приносят. Мы можем картофель уже выкопать, пока тот колорадский жук станет свирепствовать. Соответственно, урожай наш будет более экологически чистый. Я уже высаживал тоже различные поздние сорта. Так вот, когда уже в соседии пожухла вся картофель, а эти сорта еще и в августе, и в сентябре, они зеленые, слетаются жуки со всей округи. Причем слетаются там ни один, ни два, сотни тысяч жуков. Получается, что я собираю жуков со всей округи и их кормлю своим картофелем. Поэтому подумайте, то ли вам собрать жуков у всех и потом бороться безуспешно с ними много лет, то ли лучше ваш картофель уже засохнет в той поры и вы соберете экологически чистый урожай. Далее, что необходимо сказать? Хочу вам прочитать то же самое урожайные сорта картофеля, которые дают самую высокую урожайность, чтобы вы обращали внимание, что самая высокая урожайность – это сорта картофеля, которые будут давать где-то 7-8 килограмм с одного метра квадратного. Вот эти сорта вам стоит посадить на своем участке и, соответственно, иметь лучше меньшую площадь, но большую урожайность. К таким сортам относятся блокит, лилея, вектор, ред скартлет, фабула и мандила. Вот такие сорта относятся к очень урожайным сортам. Ну, конечно, сейчас появились и новые сорта. Есть же, вот даже у нас в Беларуси там появились, и Красавик, и Юлька, и другие сорта появились. Поэтому обращайте внимание на характеристику части урожайности. Обратили и урожайности. Далее, что еще не надо забывать? Ну, сортами мы определились. Далее мы с чем будем определяться? Значит, сорта время от времени обновляются в научных учреждениях. Обновляются в научных учреждениях, и эти учреждения выпускают картофель высоких посевных качеств. Это суперэлита и элита. Так вот, если вы приобретаете такой картофель, картофель можно выращивать до пятой репродукции. То есть, если приобрели суперэлиту, его мы садим 7 лет, такой картофель можно садить. Если мы приобрели элиту, значит 6 лет такой картофель, без потери значительной урожайности, можно высаживать покупать картофель более высоких посевных качеств супер элиту и элиту уже первая репродукция знаете что вы ее можете садить только четыре года четыре года посадили и все вот а цена практически осмотрел как семена русских магазинах она не отличается элитной и первой репродукции цена отличается но вы и что на целый год кабы имеется забег это раз вот дальше что и что необходимо знать по картофелем высокие качества ну конечно не беру мы картофель стараемся не брать я тусеня глаз к вам пример привел что она уже выродилась семеноводство по ней не ведется не берем картофель который может быть у кого-то очень вкусный но под кустом да сворто слабенькую урожайность я понимаю что не стоит занимать участки тем более что картофель который выродился он как правило и что будет и подвержен болезням он обычно на нем много болезней вы на свой участок можете занести таким вкусным картофелем кавычках очень много болезней и потом вы больше не думать почему даже сорта которые с пассивными качествами высокий вас плохо растут потому что вы заразили почву различными инфекциями инфекция на картофеле очень много различных и грибных и вирусных и всяких разных бывает далее вот интересный нюанс опять же многие обращают внимание картофель какой лучше желтый или красный так вот замету что все сорта которые такой желтой окраской кожуры хранятся лучше сортов красных хотя по вкусовым качествам конечно те и те одинаковые так что запоминайте опять же этот этот нюанс ну вот уже мы определились ну и дальше мы уже начнем непосредственно как перехвозим клубням картофеля значит одно дело когда вы приобретаете в семенном магазине на там же клубни рассортированные потому что их делятся как бы на три фракции мелкая средняя и крупная так вот средняя фракция где-то величиной с куриное яйцо или чуть больше считается лучшим посадочным материалом если у вас клубни будут более крупные у нас их придется резать на части ну хотя резать на части это тоже положительный момент потому что многие сорта отзываются на резку увеличением урожайности хотя есть и такие сорта которые урожайность резко снижают резко снижают урожайность вот белая роза был такой ленинградский сорт очень хороший она очень крайне реагировала отрицательно на резку клубней резка клубней она резко снижала урожайность и в конце концов она вывелась потому что давала очень крупные клубни а резать их было нельзя вот и поэтому она и пропала ну далее что вопрос тоже возникает у моих удашников а можно ли для посадки использовать мелкую фракцию конечно можно использовать потому что мелкая фракция это клубни которые завязались последнюю очередь завязались последнюю очередь нас эти клубни как правило свободны от большинства болезней и от вирусов они озорвенный материал единственное что необходимо учесть раз клубни маленькие значит глубина посадки должна быть меньше потому что если глубина посадки где-то клубней 10-15 сантиметров значит те клубни которые мелкие мы будем садиться на 4-5 сантиметров то есть не глубоко для того чтобы хватило силы выбиться ну а дальше они будут развиваться и будут давать хороший урожай ну и следующий фактор что конечно уже в ваших руках только ваших руках зависит вот для того чтобы иметь более высокий урожай и более ранее созревание клубни это подготовка клубни к посадке в чем она заключается ну подготовка клубни к посадке тут есть как бы разные варианты разные нюансы ну и самое первое что это провяливание клубней что такое провяливание клубни клубни за две недели за два месяца вот такой разбежка достаются из погреба и при температуре где-то выше пятнадцати градусов цельсия содержатся содержится ну желательно помещение с рассеянным светом потому что на солнце и будет быстро высыхать содержится клуб за счет этого клубни выходят спячки у них пробуждаются глазки а чем больше пробудилась глазков на клубнях ну чем больше будет стеблей больше стеблей значит выше урожайность потому что каждую стебле есть как бы определенный потенциал урожайности например на одном стебле в одних сортов может 5 картофельно образоваться на другом много клубневых может и 12 картофельно образоваться 15 поэтому наша задача получить как можно больше стеблей пробудить эти глазки ну некоторые дачники идут конечно еще и дальше берут клубни раскладывают во влажные опилки во влажный торф это вторая называется подготовочная операция это проращивание клубней проращивание клубней значит что клубни к моменту высадки уже в открытый грунт они имеют зеленые листья имеют корневую систему то есть те три недели которые обычно клубни проходят в почве от посадки до прорастания у нас тут срок сокращается буквально до пару дней такие клубни уже садятся зеленым росточком они быстро идут в рост следующее что еще необходимо помнить о клубнях значит мы клубни мы это что такое это вегетативный материал то есть растения размножаться и вегетативно соответственно конечно этот клубень накапливает у себя какие-то болезни для того чтобы избавиться от болезней и упорченно наши клубни не нападали те же проволочники не нападал колорадский жук не подъедал наши высаженные клубни значит клубни мы будем обрабатывать ну самое хорошее что на сегодня могу вам предложить химический препарат престиж тут два в одном обработка против болезни и против почвенных вредителей достаточно перед посадкой развести по инструкции опрыскать наши клубни и они будут защищены и от болезни и от вредителей у вас будет экологически чистый урожай бояться не надо почему потому что клубень вырастает дают стебли и новые уже образуются на новых стеблях новые клубни не на старом клубне растет а в почве эти препараты буквально за месяц они как бы вытирают свое свойство ну точно так же если у вас нету престижа наш персамой посадка эмоции клубни опылить обыкновенной древесной залой это точно также приветствуется вот и что дальше что такое чем обрабатываются клубни хочу в этом году попробовать видел одной научной передаче что очень большое влияние на растения оказывает микориза оказывается 98 процентов растений существует имеют микоризу существует микоризы мы раньше считали что такое грибы это микориза оказывается все растения имеют почвенных грибов микоризу которые помогают им лучше расти поэтому хочу в этом году клубни тоже также перед посадкой выбрать пасмурный день когда микроиза не будет искать развести по инструкции 100 грамм на 10 литров воды и обрезать свои клубни ну какой будет результат я вам сообщу осенью когда будем копать урожай точно так же вы можете попробовать этот способ не трудно и в то же время очень легко ну и что еще не надо не забывать что клубни значит еще можем пробудить глазки и еще одним способом если у нас как бы уже время поджимает и нам некогда заниматься вот прогаливанием или мы только купили материал значит можно сделать надрезы на клубнях делаем надрезы на клубнях если клубни если клубень вот такой продолговатой формы значит надрез на один сантиметр делается по кругу сверху вниз вот в таком состоянии если у нас клубень круглой формы значит мы его делаем папирок надрез вот в чем разница вот ну и что не забывайте такой важный момент такой вот большой клубень которую там показываю значит в этот этот клубень его можно разрезать на 4 как минимум на 4 части можно даже на 6-6 резать видите сколько глазково ну и вот еще как бы я забыл его перескочил значит все клубни которые вы будете закладывать на провяливание на все растворки мууу которые есть на растении и на клубни мы удаляем почему дали в клубни потому что на одних клубнях есть такие вотonto растворки над клубнях только наклевываются и для того чтобы у нас получаться равномерные всходы мы все удаляем чтобы каждый клубень попал в одинаковое условие и все сборы были дружными одновременно потому что если так не сделать такой картофель взойдет раньше там картофель 10 детях только наклевывается глазки зайдет позже. Так что также не забываем об этом. Ну и по резке картофеля. Режем картофель, вот как я уже сказал, это не трудно, вы можете сделать там на 4 части, на 6 частей. Если клубень маленький, режем сверху вниз, а вот такие клубни большие мы режем на 4 сегмента. Но не забываем, что резка картофеля пройдет успешно, если весна теплая и дружная. Если же весна такая холодная, картофель отрезать нежелательно, потому что эти порезанные клубни могут земле загонить, и соответственно ваши будут посевы изреженными, то что было порезано не взойдет. В таком случае необходимо высаживать клубни в пирамешку, и резанные, и цельные высаживая. Тогда будет более-менее равномерная посадка, более-менее равномерные всходы на вашем участке. Вот если вы учтете все эти нюансы, что я вам рассказал, сделайте так с картофелем, значит вы получите приличный урожай на своем участке. И при маленькой площади вы соберете большой урожай вкусного картофеля. Так что я, по-моему, рассказал все подробно. Если есть вопросы, пишите в комментариях, постараюсь на них ответить. Вам хорошего урожая картофеля. До свидания.